Из оригинальных запчастей у него была только материнская плата. Убитый, утопленный, сто раз пересобранный рев. Несколько дней назад ко мне приехала новинка от компании Xiaomi, это Poco M4 Pro. Интересный смартфон по доступной цене, со 128 гигабайтами памяти и поддержкой 5G сетей. Но сегодня речь пойдет не о нем. После того, как я снял распаковку, мне пришла мысль сравнить его с каким-то яблочным смартфоном. И понятное дело, что основные бюджетные варианты от компании Apple, это что-то типа iPhone 11. Но на самом деле даже iPhone 11 стоит в несколько раз дороже, чем вот этот Poco. И для того, чтобы найти конкурента для Xiaomi, я полез на Авито. На самом деле передо мной была достаточно сложная задача, потому что мне нужно было найти iPhone по сути по цене AirPods. В районе 14 тысяч рублей должен был стоить этот яблочный девайс, и я со своей задачей справился. Итак, дамы и господа, встречайте, iPhone 8 Plus, который я купил всего лишь за 13 тысяч рублей. 13 тысяч рублей он мне обошелся, и я сейчас объясню, почему так дешево и какие вложения в него было еще необходимо сделать. Как только я взял этот смартфон в руки, владелец мне ничего особо про него не рассказывал, но я сразу же уже своим наметанным глазом немножко понял, в чем тут дело. На самом деле у него стоит неоригинальный экран, и видимо он был разбит. То, что его разбили, это лучшее, что могло быть с ним, потому что если бы это был вообще китайский реф, тогда бы из оригинальных запчастей у него была бы только материнская плата. Здесь же мне повезло. Как вы видите, нет трутона, экран заменен, но при всем при этом это оригинальный нормальный смартфон. Естественно, придя домой, я нетерпеливо вскрыл его и проверил все, что там есть. Да, этот телефон был по сути достаточно свежим, то есть несмотря на то, что ему уже пару лет, внутри он был довольно чистым, и из всего, что было заменено, это дисплей. Даже аккумулятор у него остался оригинальным, но на самом деле в этом приятного мало. Я сразу же, покупая этот телефон за 13 тысяч рублей, вложил в уме туда еще тысячу рублей, которую я потрачу на батарейку. Взял батарейку от фирмы Python, это хороший производитель аккумуляторов, который я уже лично протестировал до этого, и я оставил его и в XR, и в 11, и вот в 8+, я думаю, такая батарейка тоже послужит без проблем. Обошелся он мне 980 рублей, а заменил я его сам своими руками. Придя домой, я разобрал его еще раз, полностью выдрал старый аккумулятор, что не всегда просто, потому что проклейка под ним устаревает или как-то разваливается, я не знаю, и вот эти вот хлястики, которые нужно медленно вытягивать, чтобы изъять аккумулятор, они просто всегда практически отрываются, и приходится вырывать аккумулятор силой. Да, было непросто, но я выдрал его, очистил полностью поверхность для установки новой батареи, поставил новую батарейку, обновил проклейку под экраном, чтобы туда не попадала пыль, и установил дисплей. Я не стал покупать сюда какой-то другой, более крутой, оригинальный экран с поддержкой True Tone или еще чем-то, потому что на самом деле данный дисплей достаточно яркий, достаточно контрастный, да, конечно же, он уступает оригиналу, если мы сравним его в лоб-лоб с тем же самым iPhone 11 на полной яркости, то мы увидим, что 8 Plus более тусклый, хуже ведет себя под углами, выцветает, ну и в общем-то, да, конечно же, уступает. Но давайте держать в голове ту сумму, за которую мне достался. Если округлить это, 14 тысяч рублей, и на самом деле девайс довольно приятный за эти деньги, потому что общее состояние у него хорошее. Что касается износа корпуса, видно, что прошлый владелец более-менее бережно с ним обращался, несмотря на то, что на задней стороне есть какие-то мелкие царапинки и потертости, в основном iPhone очень неплох. И после замены аккумулятора это, по сути, полностью функционально работоспособный телефон. На последней версии iOS с состоянием батареи 100%. Я уже проверил, как он ее держит, и держит он ее действительно круто. Вот вчера я его снял вечером в зарядке, процент его заряда был 79. Сейчас уже следующий день и час дня. Процент заряда 75. То есть просела всего 4% заряда. Это означает, что батарейка действительно держит хорошо, и Python, ну, как всегда, не огорчает. За эти деньги очень приятно покупать нормальный аккумулятор. И еще хорошим бонусом является то, что в модели iPhone 8 Plus отображается процент заряда. Соответственно, ну, тут не будет вот этого прочерка, как если бы вы заменили батарейку в каком-нибудь более современном iPhone, начиная с XS и XR. Там уже процент заряда не будет отображаться, без каких-то манипуляций с контроллером. Здесь же все просто. Поставил батарейку 100%. Также там были еще батарейки с увеличенной емкостью, но я не стал рисковать, а купил самую простую стандартную батарейку. Как этот iPhone себя будет вести в будущем, мы с вами протестируем. И также у меня есть идейка сравнить его с Xiaomi, ну, или как правильно говорить, Poco M4 Pro, чтобы посмотреть, что мы получаем от яблочной компании и от компании Xiaomi. Какой вариант будет интереснее и лучше. На самом деле вопрос довольно спорный, потому что очень-очень сложно определиться. На самом деле тут много подводных камней. Покупая телефон на Авито, если ты неопытный и не так хорошо разбираешься в технике, очень легко наткнуться на какой-то убитый, утопленный, сто раз пересобранный рев. Но если у тебя все-таки есть опыт, тогда можно и рискнуть. iPhone 8 Plus за 13-14 тысяч вполне реально найти. Это телефон с 64 гигабайтами памяти. Данного объема, я считаю, будет достаточно. Ну, по крайней мере, мне его хватает. Да, периодически приходится выгружать какие-то данные на компьютер, но при всем при этом жить с этим объемом памяти можно. Что касается его фото и видео возможностей, это все-таки iPhone. И тут, скорее всего, ну, в каких-то моментах он Poco нос утрет. Фотосъемка у него достаточно приятная. Видеосъемка еще лучше. 4К, 60 FPS мы без проблем пишем. При этом обладаем, еще раз повторюсь, последний iOS 15.1, который будет еще обновляться дальше. И, возможно, он получит и iOS 16, и далее какие-то версии. Соответственно, телефон еще очень долго будет актуален. Как говорится, только успевай менять батарейки. Подписывайся на канал, если хочешь узнать поподробнее об этом iPhone 8 Plus. Также будет скоро сравнение, как я уже говорил ранее. Покупайте только правильные гаджеты, желательно те, про которые я рассказываю, потому что про говно я рассказывать не буду. Всем хорошего дня и пока-пока. Ну как, посмотрел ли? Весело. Я тоже в ладоши хлопал. Еще давайте разочек посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok